Добрый день, уважаемые друзья! Сердечно рад всех видеть, приветствовать в преддверии нового 2005 года, поздравить с получением высоких наград Родины. Эти предпраздничные дни всегда являются временем новых планов, новых надежд, но каждый из нас понимает, что новые планы можно строить только на прочном, добротном фундаменте, на том, что уже достигнуто. Успех и удача не приходят сами по себе, а за славой и признанием всегда стоит упорная, кропотливая работа, созидательный настрой. Убежден, что вы это хорошо знаете, хорошо понимаете, знаете на примере собственной судьбы и тех успехов, которых смогли добиться твердой вере в свои силы, идеи, возможности. Декабрьская церемония вручения наград – одна из наших давних и символических традиций. И предновогодняя встреча здесь, в Кремле, – это тоже своеобразный итог. Итог, который предъявлен вами. Целые плеяды людей, подаривших нашей стране, вашей стране новые идеи, новые успехи, отдавшие ей свои сердца, таланты и свою любовь. Успех уходящего года складывается из работы и творчества каждого гражданина нашей страны. Но ваш вклад в культуру и социально-экономическое развитие России – это, безусловно, вклад самой высшей пробы. Он потребовал и максимального напряжения сил, и смелых, неординарных решений. И, конечно, острого восприятия жизни, которое помогает увидеть особенное в вещах, которые кажутся, на первый взгляд, обыденными. Заставляет верить в лучшее и побеждать. Убежден, что ваши помыслы и устремления определяются не только высокими целями, которые вы, как яркие и одаренные люди, ставите перед собой. Они прямо и напрямую связаны со служением Отечеству, с желанием приносить пользу обществу, всему российскому народу. Я не смогу, конечно, сейчас назвать всех присутствующих в этом зале. Ваши имена прозвучат. Но считаю необходимым отметить героя России, полковника Петрушу Вячеслава Станиславовича. Этот отважный лётчик-испытатель удостоен высшей награды государства за выдающееся достижение в освоении новейших образцов авиационной техники. Также хочу адресовать особые слова настоящей легенде отечественного спорта Ларисе Семёновне Латыниной. Её заслуги перед страной хорошо известны. И именно сегодня у неё юбилей. Позвольте мне вас сердечно поздравить. Мне очень приятно лично поздравить вас, уважаемая Лариса Семёновна, пожелать вам здоровья, счастья, больших успехов. На примере таких выдающихся людей мы ещё раз убеждаемся, как щедра наша страна. Страна, дарящая миру великих учёных, педагогов, врачей, блистательных деятелей искусства. И трудно не заметить, что уходящий год был особенно богат на спортивные победы и олимпийские медали. Что в обществе начал возрождаться интерес к наукам, глубокому знанию, к высокому настоящему искусству. Творческий, интеллектуальный дух всегда отличал Россию и её людей. И я верю, что сегодняшние успехи – это только начало принципиально нового духовного подъёма, который уже начался в современном российском обществе. Пусть и следующий год станет для нас всех и для вас, уважаемые друзья, годом новых жизненных достижений и творческих высот. С наступающим вас новым 2005 годом! Спасибо большое.